Продолжаем проходить Pokemon Sun. В предыдущей серии мы победили последнего четвертого кахуну, и сейчас ползём дальше, пытаясь пробиваться через каньончик и искать себе новые приключения на голову, новые ништяки и так далее. Вот классная атака Dazzling Glimm. Вроде бы не такая уж и классная, кажется у неё атака не очень-то большая, тем более она феерическая, то есть моему примарину ещё её в принципе выдавать не за чем. Ну-ка посмотрим. 80-100. Ну да, в принципе полезная вещь с одной стороны, тем более бьёт покемонов массово, но с другой у нас наш Мунбласт бьёт на 90 атак, 90 гигит с атаки точнее, так что ему это будет более полезно. Обойдёмся в общем. Тем более, что двойные и тройные битвы встречаются очень редко, вернее просто двойные, потому что тройных вообще здесь нету, к сожалению. А было бы весело, если так же как в Юнове. Разные форматы, ну более разнообразные точнее, чем такая вот банальщина из обычных битв и изредка очень-изредка двойных. Так что ладно. Лабиринты всё равно здесь довольно простые, так что мы тут сильно не запутаемся. И куда идти, вполне очевидно и понятно, кажется. Вот сюда. И снова сюжет. Конечно, куда же мы денемся. Фух, этот каньон действительно тяжёлая дорога для путешествия. И ты проходишь через этот каньон, как будто через ничто, Джон. Да вот уже, кажется, и финиш близко. А ты знаешь что? Я превзошла мои страхи достаточно, чтобы перейти через высокий мост, как вот этот. И я не собираюсь бояться высоты больше. В следующий раз я должна быть способна пройти через этот мост на том пути, который ведёт к Тапу Коку. Смотри на это. Это моё испытание. Тут и мост не такой уж ветхий, как тот, который был там. Чего бояться-то? Ну прям как на зло пожидают, а? А чё с этими птицами не так-то вообще? А чё с этими птицами не так-то вообще? Птицы нифига не поняли, и я тоже. Джон, я сделала это. Я прошла через весь путь. Я закончила моё испытание. Я с ней поговорил, что ли, с этими птицами? Что ты им сказал? Хм. Я завершил моё первое испытание. Шикарно, да, Джон? Ну, это было нормально. Ух ты, засранец! Хи-хи-хи-хи-хи. Так тебе. Десидуай, ты тоже хочешь отдохнуть? И ещё пара шприцов. Они что, бесконечные у неё? Не волнуйся, я тебя прикрываю. У меня гиперзелия ревайвы здесь, и куча эфиров тоже. Хоть я не уверен, что я принесла достаточно максимальных эпилентов для такой дороги. Чёрт, я тоже не уверен, кстати говоря. Лили определённо делает всё, что может, не так ли? Она на огне и однозначно крута для меня, сообщает Ротом. Ишь ты какой. Но это всё благодаря тебе, Джон. Ты такая причина, по которой я зашла так далеко. Всё-таки я думаю, что я немножко отдохну здесь. Я боюсь, что мои ноги всё ещё трясутся. Хе-хе, так-то. Ну да ладно. Путь всё равно не должен быть слишком длинным, я так смотрю. Хотя, нет, видимо, я ошибаюсь. Нас ещё будут долго-долго здесь мучить. Опа. Так, кусок заякарного своровать и валить-валить-валить. Быстро-быстро. Фух, успел. Здесь, правда, не так уж и много от нас требуется. О, вижу, ещё один тем валяется. Место для рыбалки и прочее. Ну и понятно, не просто испытание типичное, а всё-таки место для поисков покемонов. Всё-таки, всё-таки стандартное. Хм. Ага, нужно постараться ещё эти камни не толкнуть куда-нибудь, куда-нибудь туда, куда надо. Хотя, в принципе, опять же, всё довольно просто. Ну, за это разработчиком спасибо. Что ж, можно не думать. Бегай себе, развлекайся. Фулл-рестор. Первый, наконец-то. Полезная вещь. Хотя и дороговатая, но всё-таки у меня так много денег, что можно спокойно себе позволить всё, что угодно. Когда я доберусь до ближайшего магазина, конечно же. Хотя до этого у нас ещё полно испытаний. В плане того, что нам ещё нужно спасти мир, между прочим. Хоть мы и остановили команду череп, вроде как, но это ещё ничего не гарантирует. Ага. Это, кажется, выход вроде бы. Так что надо идти, соответственно, в другую сторону. Даскбол. Эм, дофига такие вещи здесь вообще встречаются. Даскболы стоят тысячу рублей всего-то. По идее, в этом месте, может быть, у стуни уже более интересно раскидывать. Самые редкие вкусные вещи. Ну, может быть, у тебя просто слишком большой халявщик и так далее. Ага, ещё кусок Зайгарда. Так что до соточки мы, видимо, дойдём очень даже скоро. Но, опять же, сначала спасём мир, а уже потом его проэволим, так сказать. Чтобы было более-менее честно. И уровни у моих товарищей тоже более-менее честные. Так что всё честно. Мне, по крайней мере, так кажется. Надо было с самого начала игры, по идее, это делать. Ну, да чёрт с ним. О, ещё смертики, я смотрю. Круто. Мясо. Везде. Пойду куда угодно во имя исследований. Прямо как мой идол, профессор Бёрч. Он, правда, говорит, окажется в рифму. Ну, да ладно. Ему с такой рифма нужно идти в команду Щереп. Однозначно. Жаль, правда, что с ними мы уже разобрались. И ни фонда Фира, ни команда Щереп больше нашими врагами не являются, к сожалению. Так что с ними больше не развлекаешься даже. Так. Он у нас ядовитый и тёмный, да? То есть у нас практически нет едой атаки. Для DC-2, которая могла бы его нормально ударить. Кроме стального крыла, которое всё равно бьёт слишком слабо. Вот чёрт, а. Ладно, придётся видео переключиться опять на Зайгарда, потому что... Не стоит рисковать лишний раз. Мобеды DC-2 вместе с Инсенером постоянно падают в последнее время. Один только примаривный чрезмерных стартовиков выживает таким-то образом. Несмотря ни на что. Так что не стоит лишний раз заморачиваться. Ага. Сейчас бы моего Солоча сгрызли тут же. Эх, обо всём нужно думать заранее, конечно. В том числе и обо всех этих уровнях и прочем. Магнизон. Вот то же самое, фактически. А чёрт, придётся оставить Зайгарда. Просто я хочу, чтобы все были привернуты до уровня и не выходили от 50-го. Просто чисто для галочки, для одного грядущего боя интересного. Посмотрим. Кстати, магнизон мы ещё ни разу не видели. Классный покемончик. Сидиотская билка, которая раздражает. С магнизоном, кстати, проходил первый раз игру. Эту конкретно. Скиллы покемонов нужны, когда исследуешь места там и здесь. Ещё один бедняга разбил себе лицо Фаиспалмом. Точнее, очки. Они же почему-то трескаются. Если ты знаешь покемонов, ты можешь быть способен путешествовать там и здесь без сражений. Ага, если бы, блин. Я вот пытаюсь путешествовать, и меня всё равно везде прерывают и мешают мне. Ой. Уроды. Ну серьёзно, когда уже разработчики позволят нам самим выбирать, когда мы хотим сражаться, когда нет? Вот может у меня настроения нет. Но нет-с. Навязываются. Я поджигаюсь натурально. Типа. Ну да, команды череп нету, зато есть гопники обычные, которые тоже типа та же команда череп. Вон, те же рожи, та же одежда фактически, просто бандан нету череповщанских. И снова. Да что ж такое-то? Могу без други седуая вообще не с кем воевать. Все противники одни, суперэффективны против него. Издевательство какое-то, а, с этим призрачным типом. А я-то думал, что от него наоборот будет польза. Но фиг там. Ладно, постараемся выжить, может быть. А может и нет. Почему все-таки быстрые, а? Хотя, вроде бы, в целом пока что идем неплохо. Таунт, вроде бы, заставляет использовать только физические атаки. И нужно все эти знания, по идее, как-то напоминать себе лишний раз. Перечиловать бульбопедию и так далее. Это может быть полезно, в принципе. С одной стороны. А с другой, я же все равно не игра в мультиплеер. Поэтому для меня это все бессмысленно знать. Так что черт с ним. Так, Хончкроу. Эм, летающий темный, кажется, или вроде того. Цы, блин, а? Что ж мне так не везет? С типами. Ну, пускай будет Глассиончик. Мы тоже должны воевать и тестировать свои атаки. Тем более, теперь, когда мы нашли такую читерскую штуку. Правда, в будущем будет еще ледяной луч, который, по идее, будет лучше, чем ледяное дыхание. Или нет? Потому что ледяное дыхание постоянно бьет критической атакой. А ледяной луч нет. Ну, черт его знает, если в этом смысл. Нужно просто вспомнить, насколько именно будет высчитываться урон. Критическая атака, это будет, получается, из 60-75 урона, или 90 урона тоже. Левел ап. Ну, черт его знает. Я подожглась и проиграла натурально. Или типа того. Это бойцовский дух. Йоу, бойцовский дух. Затсила, бойцовский дух тоже, да? Какие вы примитивные. Но с другой стороны в этом мире ничего интересного не ожидаешь от всех этих вот людишек, так сказать. Так, это я, конечно, ничего особенного не говорил. Я тоже, в принципе, обычный пацанчик, который только волей и судьбы становится таким чемпионом и спасает мир постоянно. Потому что, ой, более интересных персонажей, которые могли бы этим заниматься, к сожалению, здесь нету. Ну, что поделать. Так, ягодок у нас полно, всем затарились, для всего готовы. Хотя, ну, естественно, нам так просто не будут пройти, потому что сюжет. Опять. Опять кассцена. Через каждые два шага кассцена. А вот и наркоманы подъехали. О, вот эта великая композиция. Я могу нарисовать картину тебя, посетителя пони. Ты, полагаю, не представил для себя, однако? Я Мина, я капитан. Я в смысле типа капитана. Я, на самом деле, просто блуждаю и делаю рисунки, так что у меня нет никакого испытания и прочего. Но это такое неопределённое чудо, а? Когда проходишь через это место, ты можешь понять, почему этот Элима создал своё место для испытания таким вот, да? Ах да, а, да, вот, возьми этот знак нашей встречи. Эфериум Зет. На халяву. Это Эфериум Зет, так что бери свою Зет. Я капитан и всякое такое, так что мне нужно найти испытания. Может быть, это будет включать рисование рисунков и сбор светов. Может, испытание типа такого будет крутым? Увидимся позже тогда. Лола, лола. Нет, ну серьёзно, у неё такое упоротое, приупоротое лицо. Эти полуприкрытые глазища и так далее. Мы не можем позволить Лиле превзойти нас партнёр, двигаемся, сообщает Ротом. Чего-то превзойти, если она постоянно отстаёт от нас, фактически. Ну ладно, ещё один гопотёнок тут же. Давай-ка и поимеем вечеринку. Крутая и мощная покемонская вечеринка. Или типа того. Бездельники, лучше бы работу нашли. Хотя, по идее, ко мне это тоже относится. Вместо того, чтобы снимать подспечки, я бы лучше нашёл нормальную работу. А не вечернюю за копеечки. Ну, что поделать. Чё, опять что ли? Да вы издеваетесь? Эх, кошмар. Почему здесь одни тёмные типы попадаются постоянно, а? Мобедный Сидуай буквально каждую секунду в опасности. Я его даже покачать не могу толком, потому что ему вечно не с кем воевать. Одни гады вокруг, а? Так. Ладно, постараемся. Тьфу ты. Ну что за нафиг? Это же так, не такая уж... Не такая уж косаривая, чтобы постоянно промазывать. Это просто раздражает. Так. Кто у нас там ещё имеется, кого мы не докачали? Всё ещё Зайгард только остаётся. Все остальные уже 49 уровня. Мне не хочется их повышать слишком сильно, потому что... Ах. Потому что будет ещё одно испытание впереди. Субтитры сделал DimaTorzok Такие атаки Зайгард можно использовать независимо от своей силы, вернее от своей формы. Ну и понятно, что всё равно, чем она будет выше, тем лучше, однозначно. Твои атаки были эффективны? Я почувствовал их прям по всему моему сердцу. Или сквозь себя, всего до сердца. К чему висит этот пафос? Они что, не могут просто сказать, да, я проиграл, ты молодец. Вечеринка окончена. Давай сделаем вечеринку, чтобы отметить это. Вот бездельник, а? Лишь бы бухать ему каждый раз. Ужас какой-то. Пока я тут мир спасаю, они тут занимаются всякой фигнёй. Эх. А представьте, как если бы я пошёл не один сражаться с фражеской командой, а во главе целой армии тренеров, которым не безразлична судьба покемонов и так далее. Но, увы, почему-то таких мало. Вот, ни хрена себе там стоит толпа гопников. Ну посмотрите-ка, встали там три урода. Ай, блин, звездец. Как же меня бесит сам факт того, что разработчики так тупо заставляют нас драться. Внезапно ПП Макс, ещё один. Неожиданно так нашёл его, даже не заметив ничего. Просто нажал кнопку рандомно. Забавно, правда? Я бы, конечно, всё равно его подобрал. Но так в кадре ещё круче. Так, ладно, это просто так мысли вслух. Ну, короче, понятно, что там внизу находится наша финальная цель. Ещё кусок мяса. И я выиграю его. Это всё, почему я здесь или типа того. Бездельник. Ну, конечно, в этом мире банальном, в котором даже технологии находятся на таком нижайшем уровне, что ими занимается только пара человек, все остальные живут в деревянных домах и имеют только телевизор самых высоких технологий. Ничего удивительного. И кто ничем не занимается? Одни бездельники. Да, бездельники и я. Такс. Каждый раз встречаются патруновые покемоны. которых мы не видели раньше. Но только раз раньше, по идее, их было бы и лучше видеть, потому что это было более интересное испытание, чем сейчас. Чтец мыслей. И что это? Нацелился на 10-2. Интересно, к чему это? Получается, что он может от любой атаки уклониться или нет? Или наоборот? Ах, неважно. Самое главное, что если всех ваншотить, то все эти побочные способности, атаки и прочее, ну, тупо неважно. Что я уже не раз подтверждал. Я проиграл, это всё такое. Ну, вы, мужики, ужасные. Или пугающие. Бездельник. Сердца покемонов и тренеров сходятся. Они ищут только победу. Я хочу достигнуть такого вида ментального состояния. Бездельник. Лучше бы делом занялся, но серьёзно. Чего они страдают вигнёй? Почему-то я безо всех этих пафосных слов умудряюсь просто проходить и спасать мир и так далее, и всё. А им нужно обязательно оправдываться. Оправдывать своё бессмысленное существование или типа того. Ну, ладно. Кстати, это место, интересно, к чему. Здесь что-то есть или нет? Надо проверить во всякий случай. Нет? Нафига тогда нужно этот странный промежуток? Ну, неважно. Конец пути уже, кажется, близится. Далеко идти не придётся, и то хорошо. Хотя, вот ещё, кажется, должна быть где-то пещера. Да-да-да, именно здесь. Там находится ТМ. Которую нужно подобрать на всякий случай. Просто, опять же, хоть я и могу это всё собрать за пределами летсплея, но сейчас было бы интереснее. Наверное. Ладно, видимо, всё-таки всех покемонов придётся мне докачивать до 50-го уровня. Не иначе, потому что, к сожалению, противников слишком много впереди. Опа. Кусок Зайгардов, действительно. Некоторые из них всё-таки можно только ночью найти, так что все так просто не соберёшь. Ну, у меня такой цели, в принципе, нет. Ага, понятно. Ты просто вернулся назад. Вот оно что. А где же та пещера, интересно, в которой находится ТМ? Ну, посмотрим. Тут идти, в принципе, не так уж далеко можно. Ага, вот оно, вижу. Это хорошо всё-таки. Халява, всё так просто. Бегаешь, развлекаешься, слушаешь прекрасную музыку. Если бы ещё эти каньоны не были такими скучными, лучше бы больше природных видов были. Делали вот с такими вот длинными тоннелями, коридорами и прочим природных видов. Это, конечно, тоже природные виды. Просто я имею в виду то, что я не люблю каньоны и прочие скучные подобные места. Тут, в принципе, кажется, идти-то некуда, вроде бы. Кроме как взять ТМ и сразиться ещё с одним уродцем бесполезным. Принески классов, конечно, явно не хватает, потому что они все-таки однообразные, просто ужас. Редкая конфетка. Так, сойдёт. Всё-таки постараюсь всех моих покемонов держать на 50-м уровне, потому что это будет тогда просто идеально для грядущего сражения. Флэйм Трувер. Да, тот самый, который мой инсинерор мог выучить на 44-м уровне, но я не стал это делать. Ну-ка посмотрим, кто-нибудь ещё может его выучить. Вещь-то классная, мощная, но, к сожалению, нет. Только инсинерор может её выучить, а у него, опять же, слишком большой упор на физическую атаку, так что ему это бессмысленно. Тем более, что огненный клык может не только поджечь противника, но ещё и глушить его, то есть от него больше толку, чем от огнемёта всё-таки. Так что вот такие дела. Не знаю, почему выдали ему на такую неподходящую атаку. То же самое, если бы Darkest Lariant был специальной атакой, а не физической. Хотя есть разница, опять же, между физическими и специальными атаками, и между теми атаками, которые делают контакты, нет. Я принял себя в эту пещеру, чтобы искать секреты битв, или типа того. Если всё нормально с тобой, пожалуйста, сразись с моими любимыми покемонами. Он говорит, если, но при этом он не даёт мне выбора. Ну, правда, я мог уклониться от этого острова и так далее, но... Всё-таки, не хочу упускать противников, если есть такая возможность. И, кстати, я уже одного упустил. Помните ту девку на пляже, которая танцевала и говорила, что я пришёл к ней, когда победил всех тренеров? Я этого не сделал, потому что я забыл про неё. Ну и чёрт с ней, теперь уж познала-то к ней идти. И всех не упомнишь, так что неважно. Это всё мелочи и детали. По крайней мере, если удовольствия противника хотя бы полздоровья снести за один удар, то уже живём не зря. И лучше, конечно, не заморачиваться и использовать ту же самую атаку. Пусть даже это не слишком эффективно и красиво. Как использовать постоянно что-то разнообразное и так далее. Да и с этой атаки тоже можно выдать своим покемонам. Но мне просто, как я уже сказал, не хочется это делать из-за всяких этих дурацких копирайтов и прочего. Танец перьев, ну нафиг. Атакуя и защищаясь, я полагаю, это всё, что можно достигнуть самому или типа того. Осознавать другого оппонента, подкачивать себя. Всё это чудесно. То, что важно, это то, что одно заполняет другое, дополняет и так далее. Ладно, понятно, ничего интересного. Понятно, что ничего не понятно. Хорошо, хотя бы основные персонажи обычно не говорят такими сложными терминами. Их легче переводить и понимать. Что, конечно, всё же на консцентах важнее бывает, чем весь этот бред переводить, который несут они... Несут вот эти вот все обычные персонажи, которые ничего не значат для нас. Так, ну что у нас имеется? У нас уже с 49 уровня все, кроме Зайгарда, так что придётся теперь ему повоевать немножко. А там уже посмотрим. Это, кажется, сейчас финальная часть, и в следующей серии мы уже как раз сможем... Да-да-да, добраться до самого алтаря. Мы целимся на вершину, так что бы готовься, чтобы сделать всё на нас, или типа того. Афиг ли вы здесь встали, бездельники, а? Вот серьёзно, не понимаю, что они стоят-то тут в этом месте? Кого они ждут? Почему они друг с другом не дерутся, если они всё-таки крутые? Просто все эти, блин, гейплейные особенности не такие дурацкие. По сравнению с ними, аниме покемонское, которое я не очень-то люблю, просто вверх логики, блин, со всех сторон буквально. Там и Эшкетчум не выигрывает буквально каждый бой. И бой встречается не в каждой серии, не на каждом шагу буквально. Там, по большей части, только с одной командой ракеты и сражаются. Ну, да так, просто мелочи, конечно. Некоторые атаки, правда, выглядят довольно странно, вообще, в плане дизайна. Вообще, насколько я помню, самая сложная часть была даже, была, кажется, в Сину, потому что там было очень много двойных битв в этом самом конце игры, тоже похоже на то ли на Витэйро, то ли просто в других подобных местах. Так что там, конечно, приходилось позаморачиваться. Здесь, вроде бы, всё довольно просто. Да, противники встречаются редко, у них всегда мало покемонов, и они практически никогда не объединяются по двое, по трое и так далее. Вот я тоже до сих пор помню, как я записывал прохождение покемон-платину, который я в итоге случайно стёр все 70 серий. Мне там приходилось довольно сильно мучиться, проходя через бесконечные двойные битвы с сильными противниками. Здесь, как видите, много халявы. Такого, в принципе, нету. И в дальнейшем тоже не будет на пути к боевому древу. Да, да, конечно, просто отметил. Вы, мужики, на вершине. Я чувствую силу в ваших сердцах. Да-да-да, спасибо, пафостовый пендрожник. И сейчас, наверное, самое лучшее для моего примарина, чем закончить с он теми двумя уродцами, которые ветераны типа. И как же я умудряюсь побеждать вентеранов, интересно? Без понятия. Просто побеждаю и всё, потому что, видимо, такой крутой. Сам по себе. Если целишься на вершину, ты должен протестировать себя против оппонентов на вершине. Мир вот такой вот простой. Это, скорее, вы такие простые, банальные. Встали как идиоты. Путь, по которому вы, мужики, доверяете друг другу. Я хочу увидеть его весь. Кто ты такая, чтобы я показывал тебе свой путь, по которому мои покемоны доверяют мне? Ну, конечно, сами фразы, которые произношу, звучат очень глупо и неправильно. Но да ладно. Я просто не успеваю их правильно формировать. Столтленд. Хм. В последнее время, я смотрю, многовато возникает покемоны, за которых покатаемся. Это, с другой стороны, тоже уникально. Оригинально. Занечено в Покедекс и так далее. Хотя толку-то, если их нужно всё равно всех приловить или воспитать. Это тоже, конечно, возможно, ничего страшного. Просто потребует времени. Ауч. Нас распотрошили. Катаной, получается. Раз уж так всё пафосно с лепестками рос. Но, с другой стороны, не работает в полную силу, если не использовать его после того, как один из твоих покемонов уже пал. Сильный, блин, гад, а? Хотя, мне просто, конечно, непривычно, потому что я, опять же, в это время был уже слишком сильно перекачан, благодаря экспшеру. А сейчас приходится, да, с противниками воевать уже более серьёзно. Халявы меньше, к сожалению, чем раньше. Царина. Блин, а? Всё-таки не получится так просто выживать. Тут придётся выпускать кассиончика и всех остальных. Примарин ещё не справится с такой толпой уродцев. Да уж. Хотя, наверное, была плохая идея. Царина же, кажется, ещё и файтинг, вроде бы. Хотя я точно не помню, к сожалению. Может, и нет, в принципе. Ну, посмотрим. Против моих прекрасных... Прекрасного колкейтового дыхания никто не устоит. Хе-хе. Да, прекрасно. Морозная свежесть и так далее. Ну, вы же тоже смотрите рекламу, наверное. Смотрите рекламу. Само по себе, конечно, звучит очень глупо. Ну, да ладно. Это так просто, опять же, мысли вслух. На чёрты, опять неправильный выбор. Всё время нужно всё это учитывать в голове. Клевки — это стальной и финишнический покемон. Поэтому его, наоборот, неэффективно бить. Бойцовская атака и выпускать, тем более, дракона против него. Ну, ничего страшного. Все вещи потеряли свои эффекты. А толку-то? Главное, что противники низческом часто используют вещи. Правда, иногда они, наоборот, используют, когда ты это меньше всего ожидаешь. Но, видимо, не сейчас. Хорошо сработано. Я вкопалась. Покемоны-тренеры, которые доверяют друг другу. Или, типа того. Вкопалась она, дура. Ух. Ты можешь продемонстрировать свою полную силу, доверяя друг другу. Прекрасная идея, конечно. Жаль только, что, опять же, под собой ничего не имеют, кроме названия, потому что все это доверие и прочее, но и не важно абсолютно. Любого покемона взял, и он тут же, где максимально доверчив. И исполнять все три приказа идеально. Никакого характера здесь не реализованы, и покемоны все равно остаются машинами для убийства. Ну, или для сражения и прочих глупостей. Алтарь просто немножко дальше, так что я не могу позволить тебе пройти легко. Покажи мне все, что у тебя есть. А вот кто-то такой кусок ты дерьма, чтобы я тебе показывал все, что у меня есть. Серьезно, я это не понимаю до сих пор. Эх. Если бы можно было это все прокрутить как-нибудь с помощью читов, вернее, ускорения эмуляции и так далее, но нет, к сожалению. Так, крен был у нас феерического типа. Так что как раз можно заплатить его чем-нибудь еще. Хорошеньким. Так, посмотрим. Так, это сейчас последняя битва перед тем, как мы завершим серию. Надо показать, так сказать, мастер-класс, если можно так выразиться. Если получится. Это было забавно. Такую здоровенную тушку тельфинчика. Вернее, тюленчика. Взяли и выкинули куда подальше. Ужас, правда? Так, ладно. На тебе, сволочь. Да черт. 20% все равно сработало. И что, тебя будут прокручивать всю мою команду по очереди? А, вот. Хе-хе. Другое дело. Нафига использовать вообще такие атаки? Толку таки никакого нету. Я, конечно, тоже мог себе усложнить жизнь, потому что конкретно в этой игре ввели такую интересную особенность, что можно было включить опцию, по которой мы не можем иметь дополнительный ход, чтобы переключиться. То есть, видите, нам постоянно предлагают переключиться, переключиться, переключиться. А мы можем этого и не делать. Выключить вообще другую возможность, и противники будут сразу же, после потери одного покемона, высылать другого. То есть так, как это получается в сражениях между игроками, мультиплеерами и так далее. То есть, фактически, да, от халявы нас избавляют таким образом. Но я не стал этого делать, по понятным причинам, потому что я люблю халяву и привык уже к такому вот положению. Потому что слишком часто один покемон будет воевать, вместо остальных, пока все остальные будут по очереди выпускаться на него, покемон противник и так далее. Да, объяснил, блин, как идиот. Но неважно. Так, последний противник. Нет, к сожалению, не последний еще. Чертовы гады. Мне еще, конечно, придется помучиться со сбором покедекса в плане того, что таких покемонов, как Генгар, должен будет получать через стрейд и так далее. А мне тоже саму справляться с одной консолькой, с одной версией игры. Правда, у меня еще есть большой запас легендарных покемонов, которых можно обменять. Именно тех, которые у меня за пределами моей коллекции, если можно так выразиться. Так что это должна быть слишком сложная задача. Ну, в общем, ладно, прошу прощения, конечно, что я тут так много задерживаюсь с показом всего этого барахла и разговоров со всеми этими идиотами и так далее. Так что в следующей серии уже, кажется, будет именно что сюжетная часть, до самого спасения мира, насколько я помню. Что, конечно, очень даже удобно, так что мы и повоюем и так далее. Но, опять же, в следующей серии пока что останемся здесь, подлечимся и будем готовы ко всему чему угодно. Потому что впереди нас ожидает все-таки испытание, с большой буквы, так сказать. Ого, у тебя есть куча! У меня нет выбора, кроме как признать поражение. У тебя есть куча, что я сейчас сказал? Неважно, ужас какой-то. Иди куда ты захочешь. Если ты и твои покемоны сделаете все, что можете, не может быть места, которое вы не сможете достигнуть. И на этом прекрасно посылим, и пока что прервемся, и в следующей серии продолжим идти дальше по сюжетке. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»!